Доброе утро, меня зовут Никита Айгестов, сегодня я заменяю нашего главного аналитика Артема Деева. Ставлю анализ на первую половину этой недели от нашего аналитического отдела. Итак, в пятницу выходили новости по рынку труда в США, который показал негативные цифры. Вместо запланированных 237 тысяч новых рабочих мест вышел показатель 129 тысяч новых рабочих мест в дне сельскохозяйственном секторе. Что явилось очень сильным негативом для доллара, вызвало сильную коррекцию американской валюты против всех основных валют, торгуемых на рынке Форекс. Итак, основываясь в основном этим показателем, на первую половину текущей недели прогноз по основным валютным парам следующий. По евро-доллару мы ждем восходящую коррекцию до уровня 1,1080, после которого мы прогнозируем возобновление медвежьего движения. С прежними целями это 1,08 и 1,05. Это касается позиционного тренения. Что касается пары доллар-иена, здесь мы ждем нисходящей коррекции до уровня 118.40, после которой опять же продолжение укрепления американской валюты. И по австралийскому доллару мы ждем восходящего движения до уровня 0,77, после которого мы ждем очень серьезного движения вниз. Это обусловлено тем, что завтра будут выходить данные по процентной ставке Резервного банка Австралии. С 80% вероятностью мы ждем понижения процентной ставки на 25 пунктов и до 2% ожидаем снижения ставки. Соответственно, цели, как и прежде, 0,75 и ниже. По фунт-доллару мы ожидаем коррекцию до уровня 1,4970 на первую половину недели до среды и возобновление нисходящего движения против доллара. Что касается настроений рынка, который сейчас на Форексе, так скажем. Индикатор настроения Кайман показывает по евро-доллару, что всего 33% покупают эту валюту. Сейчас большинство не верит в ее возможности коррекции, поэтому мы как раз делаем прогноз, что она случится на первую половину недели до уровня 1,1080. По австралийскому доллару против американского 80% трейдеров стоят в покупку, что является очень сильным фактором перекупленности и что дает нам больше сильный сигнал на то, что все-таки нисходящее движение не за горами и объявление процентной ставки только подтолкнет его. По доллару и иене 60% трейдеров верят в доллар, покупают его. В принципе, 60% покупку это не является сильным перевесом, поэтому здесь настроения не играют сильной роли. Что касается новостных событий на первую половину недели, как я и сказал, во-первых, это завтрашнее решение по процентной ставке верного планка Австралии, также выйдут данные по объему розничных продаж в Австралии. Мы его ждем не самым лучшим, потому что замедление экономики Китая только негативно влияет на австралийскую экономику и темпы продаж в этой стране. На сегодня мы ждем в 17.00 по 18.00 времени индекс деловой активности в США. Данный показатель имеет, наверное, на сегодня самый большой потенциал влияния на доллар. И на завтра мы ждем индекс деловой активности в Великобритании. Эти события будут оказывать основное влияние на валютные пары в первую половину этой недели. Так что контролируйте свои риски, выставляйте стоп-лоссы, не используйте большой кредит на плечо. Желаю всем успехов в торговле. Спасибо.